И вот оно булькает, а вы рядом сядьте, подышите. Не надо прям над паром, просто рядом. Как подобрать свои растения? Найду вам, покажу. Все растения? Нет, до конца не буду. Чем меньше горшок, тем меньше растения. Но она вечно зеленая и цветет, друзья, 8 месяцев в году. Воходите сюда, оставайтесь на дорожке, я спущусь сюда, чтобы горить. Все поместились? Вот смотрите, пожалуйста. Вот это калина лавролистная, а вот лавр благородный. Вот лавр благородный. Но это очень пластичный вид. Вот мы его стрижем, он куст. Мы его не стрижем, вот гигантское дерево. Это тоже лавра благородная. Чтобы у вас не было споров, дерево или куст. Как разрешили расти, так и растет. Бывают еще более гигантские деревья. Сам лист лавра, как пряность, человек использует 4000 лет. Но когда лавр готовится к цветению, у нас это апрель. Вот смотрите, на концах ветвей бутончики есть. Он начнет цветение в апреле. Цветок у него мелкий, но очень и очень ароматный. И когда начинается цветение, из корней в цветки в огромном количестве, в листьях в меньших. Но поднимаются вещества, которые биологи называют глюкозидой сердечного действия. Поэтому с апреля по конец сентября никто лист не собирает. А собирают с сентября по март, когда глюкозид ушел в корень. Что интересно для лавра, если бы пчела могла взять взяток только с цветков лавра, мед бы обладал удивительным свойством. Раньше этот мед в Закавказье делали. Потому что в советское время решили, что именно в Закавказье будут выращивать лавр для того, чтобы пряность для всего Советского Союза. И я еще лет 10 назад могла, поехав в Армению, купить этот мед. Вот тут недавно друзьям заказывала, они туда ездили, они говорят, нет, говорят, уже такого нет нигде, потому что не осталось таких лавровых ручь больших. Вот тот глюкозид, которого много в цветке, пчела переносит в мед. Полная картина сильнейшего алкогольного опьянения. Вот от такой капли меда. Щеки красные, голова кружится, ноги подкашиваются. То есть это вот тот глюкозид, который пчела перенесла из цветка в мед. Таким же свойством обладает взяток с цветков белины и с цветков рододендрона. Поэтому, когда активно на Кавказье цветет рододендрон, в эти места пчелу не вывозят. Лаврушечка дома есть у каждого. И вот если вспомните мои слова, когда вдруг бывает с простудой, очень сухой раздирающий кашель. Берем несколько листиков 5-6 лаврушки, пол-литра воды кипящей кинули. И вот оно булькает, а вы рядом сядьте, подышите. Не надо прям над паром, просто рядом. Не надо укрываться экзекуцию. 5-10 минут. 3-4 таких ингаляций, кашель становится мягким и продуктивным. Просто лаврушка дома есть у каждого. А вот у него осенью появляются плодики, они напоминают мелкие маслинки, вот этими плодиками. Но надо сажать плодики осенью. Если плодик высох, то схожесть нулевая. Вот такая необычная окраска, фиолетовая с блеском ртутным. Растение вечно зеленое. Называется калина лавролистная. При первом взгляде ее листик похож на лист лавра. При втором уже не похож для меня. Он не обладает функцией листа лавра. Но только внешне похож. Калина это из Средиземноморья. Она теплолюбива. За что любят наши садовники? Она фантастическая за сухоустойчивостью. Для крымского лета это важно. Потому что наше лето обычное. Дождик прошел в мае, следующий упал в сентябре. И второе. Она цветет три раза за сезон. Первое цветение осень. Мелкие белорозовые цветки собраны в крупные шапочные соцветия. Осень ее отцвела. Потом зимнее цветение. Вот сейчас в феврале морозы кончатся. И поверьте, быстро появятся бутоны и шапочки соцветия. Белорозовые. А потом весенние. Вот весной пчела летает, она опыляет. Появляются плоды. Они в середине лета созревают. Для северян чудесная комнатная культура. Очень неприхотливая. Вас пугать объем куста не должен. Чем меньше горшок, тем меньше растения. Но она вечно зеленая и цветет, друзья, 8 месяцев в году. Вот здесь уже внутри спелые семена. Мы с вами сегодня знакомились с лавром благородным. А вот смотрите, готовится к цветению. И кое-где уже очень длинные кисточки. Лавра вишня лекарственная. Своё название она получила за то, что её вечный зелёный лист внешне похож на лист лавра. Но он не обладает функцией листа лавра. А плодики в июле, как вишенки, только не бордовые, а фиолетовые. Мякоть съедобная. Но когда ты съел целую горсть, язык чёрный, как от черники, антоцина. И в послевкусие, если много съел, лёгкая горчинка. Не кислота, а вот и горчинка. Все остальные части растения, кроме мякоти плода, содержат в огромных количествах синильную кислоту. И если вы в смущении, вот перед вами лавр или лавровишня, что вы делаете? Сейчас холодно, вы должны оторвать кусочек листа и занести в тёплое место. И минут через 5-7 у лавра появится на сломе запах пряности характерный. А у лавровишни под воздействием кислорода и тепла характерная горечь миндаля. Сейчас рвать начнётся. Всё ясно. Неправда, мне директор сказал, что заехала интеллигенте шефа. Я поэтому только всё рассказываю. Так что вам придётся соответствовать. Друзья, она очень красиво цветёт весь март. Узкие кистевидные соцветия с роскошными белыми мелкими цветками. Аромат напоминает нечто среднее между черёмухой и лимоном. И поэтому очень многие, приехав в марте сюда, они говорят, Боже, всё пахнет черёмухой, а где ж черёмуха? А потом, когда поймут, они говорят, что ваша лавровишня пахнет, как наша черёмуха. Я говорю, это ваша черёмуха пахнет, как наша лавровишня. Друзья, наши предки говорили, что яд и лекарство разделяют только дозы назначения. Поэтому лавровишнёвые капли были любимым лекарством от сердечной пули, от нервного истощения. Ещё весь XIX век. Сейчас, к сожалению, их уже почти сняли с производства. И это декоративная культура. И мне задали вопрос, что в прошлый раз афиша, когда висела про экскурсию, там был такой пункт, а я не осветила его. Как подобрать свои растения? Вот, смотрите. Сейчас найду вам, покажу. Всё, что дела? Все растения? Нет, до конца не будет. Не надо. Я просто достану свой кулон, он из глины, поэтому он мне поможет. Все растения – живые существа, согласны? Да. Любое живое существо имеет энергетическое поле. Любое, да. И вот как мы можем с помощью маятника поймать это поле с вами? У людей, у которых интуиты, работает маятник сразу. У людей, которые не интуиты, вам надо тренироваться. Как вы это понимаете? Сложите руки в замок. Вот быстро, вот так. Без перчатки. Да, в сперчатках, как хотите. Какой пальчик сверху большой? Левый или правый? Левый. У кого левый, у того сразу работает. У кого правый, надо тренироваться. Вот и всё. Это очень быстро определяется. Вот смотрите. Обычно маятники делают из гаечки, из колечка. Но я рекомендую взять либо янтарную бусину, она диэлектрик, либо глину. Почему я взяла кулончик? Он из глины. Потому что металл, он всё равно немножечко реагирует на магнитно-силовые поля земли. Вот смотрите. Мы берём с вами. Ну, золото ж, металл. А, ну да. Вот я взяла, допустим, веточку. Да, вот мне надо определить, мне подходит растение или нет. Тут берём 10-15 сантиметров, ставим рядом. Вот качаться начинает на меня, значит, это моё. Да, качается. Да. Если вот так качается, минус, не моё. Если стоит, стоит, ничего не делает. Или по кругу ходит. Это нейтрально. Сами решайте, надо или нет. Вот взяли кофе. Можно. Да. Пришли на танцах сзади. Если вот так не тратьте силы, это всё равно не ваше. Абсолютно правильное применение. И вы можете так определить каждое растение. Я не люблю, когда, знаете, возникает такое. Вот в спальне нельзя это растение. Да кому-то нельзя, а вам можно. Проверьте просто наоборот. Вы можете так проверять абсолютно все продукты и так далее, и так далее. И щит, и глина, и ещё что? Янтарик. Янтарик очень легко. Так что спокойно. Наша с вами... Можно даже проверить. Любой. Да. Друзья, наша с вами прогулка здесь сейчас будет завершена. Я, во-первых, искренне рада, что так много любителей природы. Я надеюсь, что вам понравится отдыхать в Крыму в так называемый невысокий сезон. Если у вас ко мне есть вопросы, по маятнику, по растениям, по ароматам, я вот до ужина и на ужин буду у вас в фойе, как всегда, по понедельникам. Подходите, будем беседовать, дегустировать. Всем здоровья и хорошего. Спасибо. А скажите, вы очень интересные едите. Это как называется кустарник? Вот тот, который вот прям мы видим. Это называется кизильник-франшин. Спасибо. Надеюсь, мне это. Вот белое, видите? Да, вот там сидит. Да, я вот еще на обед шла. Так, нравится. Ну, делим попал. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok